У меня очень сложная работа. В основном я работаю с осужденными. Моя внешность мне только помогает. Вопросы о том, кто из сотрудниц шестой колонии поедет на первый этап четвертого всероссийского конкурса Мисс Увиз-2012 среди работников уголовной исполнительной системы даже не стояло, рассказывает Евгения. За звание красавицы девушка борется впервые. Оно и так принадлежит ей по праву, зато в конкурсах художественной самодеятельности участвует постоянно. По мнению Ильгиза Ильясова, начальника УФСИН России по Курганской области, подобные мероприятия помогают девушкам отвлечься от тяжелых трудовых будней и почувствовать себя красивыми и желанными дамами. Хотим проверить как профессионализм у наших девушек, так и их красоту и обаяние, что они могут. Все-таки они должны, наши сотрудницы, почувствовать, что они на самом деле женщины, а не только то, как они несут службу, большинство из них ежедневно сталкиваются с преступным миром. 12 участниц по одной от каждого подразделения. У каждой из девушек своя специфика работы, однако с представителями преступного мира участницы по долгу службы действительно встречаются постоянно. Как только осужденные поступают нам в колонии, поступают в карантинное отделение, я с ними веду беседы, узнаю, кто они, какие у них социальные проблемы, выявляю. И помогаю, естественно, разрешить все их трудности. Умение носить форменную одежду, качество выполнения строевых приемов, стрельба из пистолета Макарова. Но прежде чем в вечерних и национальных платьях оказаться на сцене культурного центра «Современник», участницам пришлось многое преодолеть. Это так прекрасно, участвовать в конкурсе. Нет, ребята, это на самом деле это объединяет. Показать, какая красота. Все-таки в органах у нас существует не только, как говорят, милиция. Нас приводят принимать как людей, ведущих закон. Но мы же умеем не только соблюдать закон и требовать этого от осужденных. Мы же умеем и сами. По итогам состязаний за уральской «Мисс Уист» члены независимого жюри признали Марину Харламову. Девушка получила приз в размере 5000 рублей. Юлия Кобылина, Андрей Глазырин, Вячеслав Шевчук, телекомпания «Регион 45».